О, Канада, our home and native land, true patriot love in all night. Приветствую вас на второй и, на мой взгляд, самой интересной части нашего гида. Сегодня мы поговорим о Канаде в целом, о ее географии, истории, экономике и политике. Канада – вторая страна на всей планете Земля, вознамимаемая ею территорией. Ее площадь составляет 10 миллионов квадратных километров. Канаду умывают три океана – Северный Ледовитый океан на севере, Тихий океан на западе и Атлантический океан на востоке. В связи со своими масштабами Канада имеет разнообразный ландшафт. То высоченные горы, разнообразные виды лесов или, например, бесконечные зеленые поля и луга. Или арктическая тундра, где вечная мерзлота. Канада также является домом многочисленных рек и озер. Как и канадский ландшафт, климат по всей стране в значительной мере переменчив. Основной процент населения Канады проживает на территории, где четыре явных сезона – это юг Канады. Лето длится с июня по сентябрь. Погода варьируется от теплой к жаркой с дневной температурой 23 градусов Цельсия и выше. На юге Онтарио и Квебека часто к температурам добавляется и влажность. Осень и весна – достаточно переходные сезоны, в течение которых погода прогрессирует в прохладную или теплую сторону, а также основные осадки выпадают в эту пору. В большинстве регионов зима очень холодная и температура достигает ниже нуля. Снег выпадает с декабря по апрель. Исключением является Британская Колумбия, включая города Виктория и Ванкувер, где зимние температуры колеблятся около нуля, и дождь – более частое явление, чем снег. В зависимости от того, из какой страны вы эмигрируете, вы можете быть достаточно удивлены количеством снега и холода в вашу первую зиму. Поэтому постарайтесь приобрести зимние куртки. Сапоги, перчатки, рукавицы, шапки, которые помогут вам сохранить тепло. Как говорится, с правильной одеждой вы будете готовы наслаждаться уникальностью и красотой канадской зимы. Для дополнительной информации, географии и климате посетите сайт Атласа Канады. Для подробного прогноза в любом из городов и районов Канады посетите сайт прогноза погоды Канады. Города, провинции и регионы. Итак, Аттава. О, Аттава! Аттава, как называют ее местные жители. Аттава – столица Канады, расположена на реке Аттава, на границе между Антарио и Квебеком. Это четвертый по величине город Канады. Канада насчитывает 10 провинций и 3 территории, каждая со своими столицами. А все территории провинции сгруппированы и разделены на 5 территорий. Три больших города Канады – это Торонто, который расположен в Антарио, Монреаль в Квебеке и Ванкувер в Британской Колумбии. Общее население этих городов – 10 миллионов, что составляет практически 1 треть канадского населения. Атлантические провинции. Атлантический берег Канады и природные ресурсы, такие как рыбалка, сельское хозяйство, лесничество и горнодобывающая промышленность, сделали эти провинции важной частью истории и развития Канады. Атлантический океан приносит прохладные земли и прохладное, влажное лето. Центральная Канада. Более половины людей в Канаде проживают в городах и поселках вблизи Великих озер, так называемых Great Lakes, и реки Святого Лаврентия, Сан-Лоран-Ривер. Центральная Канада известна как промышленная и производительная земля. Южный Онтарио и Квебек имеют холодные зимы и теплое влажное лето. Вместе Онтарио и Квебек производят более трех четвертей всех канадских промышленных товаров. Только вдуматься в это, ребята. Поэтому тоже делаем вывод, куда ехать, в какую провинцию, где больше работы на производстве. Канадские прерии. Крупная область плоских осадочных земель Манитобы, Соскочевана и Альберты, богатые энергоресурсами, являются одним из исключительно важнейших сельскохозяйственных регионов в мире. Регион в основном сухой, с холодными зимами и жарким летом. Для южной части характерно проращивание пшеницы. Также развито скотоводство, особенно в провинции Альберта. Прерии также покрывают часть северо-востока Британской Колумбии, хотя сама провинция традиционно не включается в район прерий. Западное побережье. Британская Колумбия славится своими величественными горами. Самая крупная система парков в Канаде и начисляет порядка 600 парков. А также считается тихоокеанскими вратами Канады. Ванкуверский порт – самый крупный и оживленный порт Канады. Миллионы долларов, вложенные в товар, заходят и выходят из Канады ежедневно. Теплые воздушные потоки из Тихого океана приносят умеренный климат на побережье. Северо-западные территории, Нанавуд, Юкон, содержат одну треть суши Канады. Но населяют ее только 100 тысяч человек. Только вдумайтесь в это число. Есть золото, свинец, медь, алмазные и цинковые рудники. В настоящее время исследуется месторождение нефти и газа. Северные территории часто называют землей полярного дня, потому что в пик лета дневной свет может длиться до 24 часов. Зимой солнце исчезает, и темнота наступает на три долгих месяца. На северных территориях затяжные холодные зимы и короткое прохладное лето. Большая часть севера состоит из тундры, из скалистой арктической равнины. Из-за холодного арктического климата в тундре нет никаких деревьев, так как почва постоянно заморожена. Некоторые продолжают зарабатывать себе на жизнь охотой и рыболовством. А искусство инуитов, это аборигены или индейцы, наверное, для вас это будет более понятно, популярны и продаются по всему миру. Ну что ж, а теперь давайте поговорим о канадцах. По переписи населения в 2010 году Канаду населяет более 34 миллионов людей. Как нация Канада имеет три этнические группы – аборигены, французы и англичане. Несмотря на это, потоки эмиграции играют важнейшую роль в формировании канадского общества. Когда вы попадаете сюда впервые, наверняка такое ощущение полного салата ассорти. Аборигены – это люди, которые всегда были на территории Канады, задолго до переселенцев и колонизаторов из Европы, и входят они в отдельную группу, так называемой Первой нации. Опять же, называют их индейцами. Первыми колонизацию Канады начали французы, которые двигались с востока и закрепились вдоль реки Святого Лаврентия. Так возникла Нижняя или Французская Канада, ныне провинция Квебек. Вот теперь знаете немножко истории. Англичане оказались более активными, они двигались с юга, со стороны Великих озер и образовали Верхнюю, или так называемую Английскую Канаду, ныне провинция Онтарио. Впоследствии вся Канада была захвачена Англией. Языки. Английский и французский – два официальных языка Канады. Сегодня примерно 18 миллионов англофонов, людей, говорящих на английском как на родном языке, и 7 миллионов франкофонов, говорящих на французском как на родном языке. Большинство франкофонов проживает в Квебеке. Несмотря на это, 1 миллион проживает в Онтариум, а также небольшой процент в Нью-Бранцвике и Манитобе. В то же время примерно 1 миллион англофонов проживает в Квебеке, в свою очередь. Такой баланс соблюдается. Но не будем забывать также, что есть большое число неофициальных языков, на которых говорят в Канаде. Давайте вот, например, я вам приведу в Британской Колумбии, Бритиш-Колумбия, как бы подпольным, да, или третьим как бы неофициальным языком, которым говорят в доме, является китайский язык. По закону все государственные службы в Канаде обязаны предоставлять обслуживание на обоих языках, как на английском, так и на французском. Экономика Свободный рынок Канады включает в себя три основных вида индустрии. Разнообразные сервисы, такие как образование, транспорт, здравоохранение, строительство, банки, коммуникации, государственные услуги, на сегодняшний день в сфере обслуживания задействовано более 75% канадцев. Производственная отрасль производит продукцию для продажи по Канаде и по всему миру. Среди ведущих позиций бумажная промышленность, высокотехнологическое оборудование, авиационно-космическое оборудование, автомобили, станки, еда, одежда и многое-многое другое. Самый крупный торговый партнер Канады, догадаемся, правильно, Америка. Природные ресурсы, такие как лесничество, рыболовство, сельское хозяйство, горная промышленность и энергия играют важнейшую роль в истории и развитии страны. На сегодняшний день экономика многих отраслей зависит от развития природных ресурсов, а большим процентом канадского экспорта на сегодняшний день является нефть, газ и минералы. Ну что ж, и подытожим нашу беседу сегодняшнюю, наш сегодняшний замечательный, интереснейший рассказ о Канаде правительством. Я хоть и не очень люблю эту часть, но что ж, все равно в двух словах нужно сказать о, так сказать, системе правительства, да, чтобы немножечко было у вас какое-то представление, если вы еще не знаете. Ну что ж, есть три ключевых факта в системе правительства Канады. Это конституционная монархия, что само по себе означает главенство королевы или короля в стране. Ну вы знаете, что у нас королева. В то время как премьер-министр, как многие считают, который является, да, в главе государства, премьер-министр у нас стоит во главе правительства. Следующий фактор в системе правительства Канады это парламентская демократия, которая состоит, в свою очередь, из трех частей. Первая часть это суверенитет, то есть королева, другими словами. Сенат, это вторая часть, которая состоит из премьер-министра и министров. И третья часть это парламент, со своими членами парламента. Ну и третий ключевой факт в правительстве Канады это то, что Канада является федеративным государством. Федеративное государство подразделяется на такие вот слои, на несколько слоев, да, на федеральное правительство, на провинциальное правительство, на муниципальное правительство. А на территориях представительством власти являются гувернанты, а не гувернорды, да, на английском немножечко по-другому звучит. Я надеюсь, что правильно перевела. Они представляют интересы аборигенов на территориях, то есть там просто свое правительство. Ну что ж, ребята, на сегодня это все. Я надеюсь, что вам было интересно услышать что-то новое, узнать о Канаде. И я хочу предложить вашему внимания для дополнительной информации о Канаде, о правительстве, о ее истории, вы можете посмотреть в гиде. Гид Discover Canada, ссылку которого я помещу в описании к видео. Спасибо, что слушали, спасибо, что смотрели. И до следующего выпуска. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова